9 августа губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принимал поздравления с юбилеем. Уроженец Куйбышева Дмитрий Игоревич начинал свою политическую карьеру на Самарской земле. В 2009 году вошел в первую сотню кадрового резерва президент России. А уже в 2010 был избран мэром Самары. За 4 года работы на этом посту Дмитрию Азарову удалось улучшить практически все показатели социально-экономического развития столицы губернии. В течение трех лет, начиная с 2014 года, Дмитрий Азаров представлял интересы нашего региона в Совете Федерации. А в 2017 году указом президента России Владимира Путина был назначен временно исполняющим обязанности главы Самарского региона. Уже через год по итогам всенародного голосования стал губернатором Самарской области. Дмитрия Азарова называют политиком новой формации, способным объединить самых разных людей для решения проблем региона. С именем Дмитрия Азарова связаны значительные этапы в судьбе региона. Это создание стратегий долгосрочного развития губернии, решение многих застарелых проблем, таких как, например, обманутые дольщики. Глава региона активно участвует в решении вопросов в различных сферах жизни области, отставит интересы губернии на федеральном уровне. Под его руководством Самарская область качественно подготовилась к чемпионату мира 2018 и успешно провела мундиаль. На стадионе Самара-Арена сотни тысяч болельщиков из разных стран следили за игрой. Лицом к человеку основной принцип работы команды губернатора Дмитрий Азаров значительно упростил общение жителей области с властью. Теперь связаться с чиновниками можно в социальных сетях. Сегодня в губернии реализуется 12 национальных проектов. В 2019 году Самарская область была признана одним из лидеров регионального развития. За достижение показателей национальных проектов регион получил один из самых высоких грантов – полтора миллиарда рублей. Основной тренд нашей политики – это реализация национальных проектов. Они дают свой эффект уже сейчас. Наша общая задача, общая ответственность – сделать так, чтобы темпы позитивных изменений нарастали с каждым годом. Одной из важнейших составляющих нашей жизни – это, конечно, семья. Внимание со стороны государства семьи получают с каждым годом все больше. В регионе успешно выполняются федеральные программы по поддержке семей с детьми. Так, с 1 июля начались выплаты материнского капитала как при рождении второго ребенка, так и на первенца. Еще одна из форм поддержки семей – это питание детей в школах. С прошлого года по инициативе главы региона в два раза была увеличена выплата на питание для детей из многодетных семей. Сегодня бесплатное питание получают все ученики с первого по четвертый классы. На повышение рождаемости нацелена и программа строительства детских садов. За последний год их было открыто 17, а совсем недавно в Тольятти начал работать еще один современный корпус детского сада «Ладушки». До конца года в регионе будет открыто более десятка новых садов. Много садов, как вы понимаете, посмотрел. И в том числе, слава богу, новых, потому что мы там в том году 20 садиков построили. В этом году, вот слава богу, в этом. В Самарской области следят и за здоровьем людей. В медицинской отрасли уже произошло немало изменений, но будет еще больше. Одна из острейших проблем в медицине – обеспечение кадрами. Сегодня разрабатывается дорожная карта по привлечению медработников в наш регион. Строится жилье для медиков. Квартиры в доме на Ворошилово 55 готовы к заселению. Также в Тольятти начала работать детская поликлиника на территории медгородка. Продолжается строительство моста через Волгу в районе Климовки. Это серьезно разгрузит ГЭС. Этот мост – часть транспортного коридора Европа-Западной Китая. Также ускоряются строительные работы на развязке в районе Жигулевского моря. Дмитрий Азаров недавно побывал на этом объекте. Он на месте обсудил с подрядчиками проблемные вопросы. Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» улучшены жилищные условия сотен тысяч жителей региона. Кроме того, Самарская область вошла в число пилотных регионов, где создан региональный фонд защиты прав обманутых дольщиков. В 2020 году одна из основных задач правительства и главы региона – борьба с коронавирусом. Губернатор лично руководит работой штаба и проводит его заседания. Несколько таких совещаний Дмитрий Азаров провел в Тольятти. Борьба с распространением инфекции в городах и районах области находится в зоне ответственности муниципалитетов. Однако губернатор оперативно подключается к решению вопросов на местах. Разберемся в ситуации, какая нужна помощь, в том числе больнице и другим учреждениям здравоохранения на территории городского округа Тольятти, для того, чтобы мы смогли качественно предоставлять всю необходимую помощь. Дмитрий Азаров поручил Минздраву следить за тем, чтобы качественная и своевременная медпомощь оказывалась больным с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими болезнями, не связанными с коронавирусом. В 2018 году решением делегатов 18-го съезда партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров введен состав бюро высшего совета партии. Также Дмитрий Игоревич возглавляет Самарское региональное отделение «Единой России». Командой губернаторов ведется большая работа, которая направлена на улучшение жизни жителей региона. Дмитрий Игоревич Азаров часто приезжает в нашу телестудию, в прямом эфире отвечает на вопросы тольяттинца. Уважаемый Дмитрий Игоревич, телекомпания «Лада-Медиа» благодарит вас за сотрудничество с нашими телеканалами «ВАЗ-ТВ» и «Тольятти-24». Желаем вам дальнейшей успешной реализации всех планов и задач во благо Самарской области. Искренне поздравляем вас с юбилеем.